Власти ДНР обменялись пленными с Украины по формуле двое на четыре. Встретились в назначенном месте освобождение. Освобожденные перешли к своим. Офицеры СБУ и диверсанты на четверых местных жителей. ДНР отпустил полковника СБУ Юрия Супруна. В Донецке он выдавал себя за представителя ООН. Однако документами подтвердить свой статус не смог. Отправился в Киев и Владимир Жемчугов, диверсант, как предполагают ополченцы. В ДНР его подозревают в подготовке взрыва на железной дороге. Жемчугов был тяжело ранен. При взрыве ему оторвало руки, травмировало глаза. Он попытался покончить с собой, вышел на трассу, надеялся, что его собьет машина. Но прямо на дороге его и задержали. Среди освобожденных жителей из Донецка 76-летняя пенсионерка. И она рассказывает, что ее увезли в тюрьму без суда и следствия. Приехали домой и забрали меня. Прямо там? В Мариуполь, да. Дома сделали область. Ничего не нашли. Все равно увезли. И 9 месяцев, и 9 дней. Освобожденные собираются первым делом. Кто устроит застолье, кто выпить 100 граммов, кто просто обнять свою жену. Представители ДНР рассказывают, в украинских тюрьмах остаются еще сотни соотечественников. Я с ребятами общаюсь, каждый день пополнение, пополнение. Да, мы сайты открываем просто СБУ, смотрим, что каждый день плюс 5-10 человек. 5-10 человек, то есть это стабильно. На данный момент список 964 человека, это по нашим данным. Также вы знаете, что ООН, миссия ООН подтверждает наличие закрытых тюрем. То есть 30 человек отпустили, по моей информации, оттуда, откуда их отпустили, там еще есть 5 человек. Спасибо.